Привет, танкисты! Вот-вот начнётся общий тест обновления 9.21. С его выходом легендарный ТИП-59 обретёт второе дыхание, а ЛТ-10 похвастаются улучшенной огневой мощью. Мы планируем заменить британский тяж 10-го уровня и продолжаем работу по актуализации техники под реалии случайных боёв. Команда разработчиков потрудилась над улучшением личных боевых задач. И знаете, теперь при получении медалей в случайных боях будет выдаваться дополнительная награда. Интересно? Тогда поехали! Мы изучили отзывы сообщества, затем проверили статистику и пришли к выводу, что машины альтернативной ветки британских ПТ и её топ FV4005 Stage 2 не пользуются широкой популярностью среди игроков. По этому ветку главного калибра Её Величества ждут изменения. На седьмом уровне Челленджер получит новое орудие со средним разовым уроном 280 единиц вместо 150. Башня будет вращаться быстрее. Однако углы горизонтальной наводки получат ограничения — 120 градусов. Раньше приходилось бегать по всей карте и покусывать противников. Теперь вы сможете действовать более позиционно, как и подобает настоящей засадной машине. У ПТ восьмого уровня Chariotir орудие не изменится. Она отлично чувствует себя в боях с десятками со своим L7. Девятый уровень — FV4004 Conway. Машина будет быстрее ездить и быстрее крутить башни. Кроме того, она получит альтернативное орудие с разовым уроном 600 единиц и возможностью выглядывать из-за холма за счёт углов склонения 10 градусов. Теперь доступен выбор подходящего геймплея. Либо это игра от урона в минуту со старым орудием, либо вы сможете набраться опыта перед открытием десятки и отыграть роль бабахи. А вот и она — FV4005 Stage 2. Грозная машина, которая должна была стать мечтой для любителей больших калибров. Её ТТХ оказались внушительными на экране, пока не столкнулись с суровой реальностью рандома. Капризное орудие и посредственная мобильность плохо сказались на выживаемости картонной бабахи. Так было раньше. Теперь на машину установлен новый двигатель Rolls-Royce Griffon. Максимальная скорость значительно увеличится и позволит быстрее занимать выгодные позиции. Скорость движения назад тоже возрастёт. Это очень хорошо для выживаемости. Но мы-то знаем, что в позиционных перестрелках последнее слово за орудием. Угол его склонения теперь равен 10 градусам. Вдобавок пушки уменьшили разброс при повороте башни, увеличили углы горизонтальной наводки и скорость поворота башни. А боекомплект расширили с 12 до 20 снарядов. Впечатляет? Расскажите нам, пройдёт ли главный калибр Её Величества Испытания боем на общем тесте. Британские средние танки — это добротные машины с отличным обзором и хорошими орудиями. И всё же сражаться на них сложно. Углы склонения позволяют играть от рельефа, но башни не держат удар так уверенно, как хотелось бы. Вроде бы всё делаешь правильно, но с завидной регулярностью получаешь в ответку. Решение напрашивалось само собой. Приведённая броня лба башен танков Центурион МК-1, Центурион МК-7-1 и Центурион Экшн-Х будет начинаться с 240 мм. Башня премиумного СТ-ФВ-4202 также стала прочней. Вдобавок машина станет резвее, мощность двигателя увеличится до 650 лошадиных сил. Изменения не обойдут и тяжёлые британские танки. Начнём с восьмого уровня. Корнарван получит новое орудие с большим разовым уроном, улучшенную броню башни и корпуса. Британец сможет продавливать оборону и уверенно клинчевать противника, как самый настоящий тяж, на которого он будет похож ещё больше, так как потеряет в динамике и скорости поворота башни. Конкурер, как и его предшественник, станет более медлительным. Немного потеряет в скорости поворота башни и перезарядки, но не просто так. Взамен ему улучшат бронирование корпуса. Он сможет танковать бортом. А теперь самое интересное. ФВ-215Б будет заменён на Супер Конкурер. Дело в том, что игра на британце сильно отличалась от предшественников по ветке. Всё потому, что башня у него сзади. Мы решили посадить его на скамейку запасных. Его место в команде займёт Супер Завоеватель. По внешнему виду танки похожи. Однако новичок получил более прочную башню, и установлена она ближе к середине корпуса. Управление танком будет более привычным и понятным. Орудие не такое скорострельное, как у ФВ-215Б, и сводится медленнее. Но стрельба из него также приносит удовольствие. Ещё одна приятная вещь. Старый добрый ФВ-215Б никуда не пропадёт. Он останется в качестве акционной машины, если будет в вашем ангаре на момент замены. Лёгкие танки 10 уровня появились в игре не так давно. Они зарекомендовали себя отличными разведчиками. Но их огневая мощь не позволяла оказывать влияние на бой наравне с машинами других классов. Мы решили добавить им огоньку. Американскому Шеридану и французскому АМХ-13-105 увеличили разовый урон для всех типов снарядов. Например, у бронебойных он будет равен 390 вместо 360. Боекомплект также станет больше у обеих машин. Т-100ЛТ прибавил скорострельности. На всякий случай ему тоже выдали побольше снарядов. Немецкому Рейн-Метал Панцерваген мы скорректировали ТТХ под роль снайпера, улучшили параметры стабилизации и сведения. Уменьшен разовый урон, но увеличилась скорострельность. Китайскому ВЗ-132-1 просто увеличили боезапас. В остальном он и так хорош. Много воды утекло с той поры, когда легендарный ТИП-59 наводил ужас на рандом. Вышло много машин с лучшей бронёй, подвижностью или орудием. Но ветеран всё ещё готов подраться в клинче или на дистанции. Правда, игроки говорят, что ТИП покрылся ржавчиной и требует повышенной аккуратности в управлении. Мы это услышали и решили пройтись по нему напильником. В новом обновлении легенда получит значительное улучшение стабилизации и снижение времени сведения. Стрелять на ходу станет проще, а выстрел после остановки будет занимать меньше времени. Ещё один китайский СТ с теми же цифрами в названии 59 Паттон получит улучшение бронепробиваемости до 212 миллиметров. Мы продолжаем переводить танки в HD-качество. Давайте просто посмотрим на них. Первая кампания личных боевых задач не оставила равнодушным никого. Мы прочитали множество комментариев игроков на форуме и в социальных сетях и изменили сложность задач кампании, а также условия получения призовых танков. Интерфейс тоже претерпел множество изменений. Он стал более понятным и привлекательным. Подробности скоро. Не забывайте заглядывать на портал. А теперь отличная новость для охотников за улучшенным оборудованием и предбоевыми инструкциями. В будущем обновлении за получение редкой медали вам начислят специализированную валюту — боны. Чем сложнее получить достижение, тем выше награду вы получите. Для примера, за медаль Колобанова вы получите более высокую награду, чем за воина. При этом достижение в удачном бою на десятке принесёт больше бон, чем такое же на танках ниже уровнем. Полный список наград будет опубликован на портале. Принимайте участие в тестировании. Мы ждём ваших отзывов. Удачи в бою!